Члены фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа подвели итоги работы депутатского объединения. За последние две недели 20 народных избранников провели 104 дистанционных приема жителей, стали активными участниками празднования Дня Победы. В областном рейтинге депутатских объединений Сергей Вопосад занял первую строчку. Хотел бы вас всех поблагодарить за то, что мы в итоге сейчас оказались отмечены как, по сути, лучшие. Но я напомню, что этому предшествовало несколько наших с вами разговоров на предмет того, что все-таки дела наши не очень хороши. Но приятно, что мы как раз отличаемся, может быть, от многих тем, что слышим друг друга и способны не обижаться на какие-то замечания и критики, а способны просто работать, исправляя свои какие-то, может быть, где-то недоработки. В любом случае, всем спасибо за то, что нас сегодня отмечают как лучших. Это очень приятно. Большое спасибо человечеству. Спасибо за то, что мы сейчас вместе. Мы как-то, знаете, как-то будем быть объединились. Многие беды и большие, и маленькие мы сейчас решаем вместе. Мы разбираем каждое обращение к нам, мы решаем это коллективно и находим друг у друга поддержку. Такая совместная работа, совместная работа нашей фракции, совместная работа с депутатом Государственной Думы, с Евгений Александровичем Пахомовым, с депутатом Волосной Думы, с главой округа, я считаю, дала неплохой результат. Хотел всем доложить, что проведено рейтинговое подведение итогов по фракциям ИК-64 в Московской области. Вот фракция «Единая Россия» в Совете депутатов Сергея-Пасадского городского округа заняла в Московской области первое место. Я рад, что вы все активны, опытны, и вашу работу оценили руководством по фракции МОШБОЛ Думе. Я поздравляю вас с тем, что наш округ в лидерских позициях. Здесь можно сказать, что так держать только. Вы супер молодцы. Хочется сказать слова благодарности Рейсу Григорьеву, Константину Витальевичу и всем активным депутатам. В ближайший период члены фракции займутся разъяснением инициатив президента России и губернатора Московской области. Жители будут информировать о мерах социальной поддержки граждан и поддержки бизнеса. Особое внимание уделят выплатам медикам за работу в ковид-центрах. Сейчас идет очень сложная такая тяжелая методичная работа, которая касается разъяснений нашим медикам. Наши медики такие же жители, такие же избиратели, как и все остальные. Поэтому у меня просто просьба. Если к вам тоже будут обращаться наши медицинские работники, которые не согласны, будут задавать какие-то вопросы, требовать какие-то разъяснения. По тем выплатам, у нас две федеральные выплаты, одна региональная. Это те выплаты, на которые имеют право медицинские работники, которые работают с ковидом. И не только с ковидом, и с другими заболеваниями. Пожалуйста, у нас подготовлены такие маленькие, небольшие методические рекомендации. Каждому депутату дадим. Либо передаем Лите Григорьевне, вот Юльич Горятова с нами. Тоже просьба просто нам помогать и все разъяснять. Также депутаты, члены фракции обсудили вопросы, которые волнуют избирателей. Благоустройство дворов и озеленение. На особом контроле вывоз мусора с контейнерных площадок. У меня, допустим, на округе Клементьевская, там 72, где трехэтажка. Там вообще, то есть, ну, постоянно мы не успеваем убирать за жителей, потому что туда симхозы везут. Отовсюду везут вот на Клементьевскую 72, к трехэтажке непосредственно, мусор. Также по этому адресу просят переносы, не только по этому адресу, по другим адресам просят переносы площадок. Возможно ли это переносы, то есть, сделать, да, площадки перенести по другим адресам, либо там раздвоить их, эти площадки? Это контейнерная площадка должна быть удалена, ну, это вот именно по первому вопросу, да, потому что она сейчас очень у нас наболевшая. Потому что она расположена, во-первых, с нарушениями, и очень много отходообразователей, рекоператор туда привязал, и сама контейнерная площадка сама по себе не справляется. Второй вопрос, что, взяв территорию Клементьевки, как уже было сказано, что на эту контейнерную площадку везут со всех сторон, и у нас таких площадок в округе порядка 28 штук, я говорю уже не про город, а говорю про округ, то правильное было предложение, что их надо разбить, потоки мусора надо разделить. Спорный вопрос вывоза мусора из Клементьевского поселка члены фракции решили обсудить непосредственно на месте. В понедельник, 25 мая, они осмотрят три адреса и выберут правильное решение по организации вывоза мусора с данных адресов.